Лазертак Столица Лазертака страны Российский менталитет наложил свою определенную, то есть, на это критерии И в России все это вылилось уже в более такой военизированный момент Потому что у нас у всех у пацанов с детства автоматы Калашникова и снайперские винтовки Все это, соответственно, в головах Производитель оборудования правильно понял эту тенденцию И, соответственно, Лазертак уже перешел не только в России в арены, но и во вне арены На улицы, на недостроенные здания, в леса, во всякие там заброшенные ужасные местечки отдаленные Где уже все это более военизировано, где люди уже в камуфляжах, с оборудованием, массогабаритными настоящими Калашами Где активированы и переделаны под Лазертак, соответственно В Россию Лазертак ворвался в 2009 году Пик популярности игры пришелся на 2014 и 2015 года Активный отдых захватил почти каждого второго Только за последние пять лет количество Лазертак арен в нашей стране выросло более чем в четыре раза Однако Лазертак, как профессиональный спорт, только начинает набирать обороты В 2011 году я открыл клуб, соответственно, никакого там желания заниматься каким-то там профессиональным этим делом не было Просто это была, грубо говоря, такая подработка бизнес Для меня уже был один клуб в городе, который, ну, уже начинал рынок создавать, грубо говоря Но мы заходили, и рынок не был создан, мы начали прямо с нуля людям доносить всей нашей области, что это такое К концу, наверное, 2012 года получилось так, что Ульяновский рынок захлестнул вообще этот момент И у нас стало там в районе 28 клубов, когда там в Москве было два Сейчас там в Ульяновской области, ну, может быть, клубов 6-8 нормальных работающих Из них в основном все-таки это все коммерческая составляющая И вот наш клуб, мы больше занимаемся именно продвижением профессиональных игроков и команд Столица Лазертага, то есть нам присвоил в каком-то там, в каком-то, не знаю, там семинарии что-то было От производителя, то есть где рассказывали, почему вот Ульянов стал столицей из-за высочайшей конкуренции То есть мы оставались друг другу и конкурентами, там, где-то там все друг друга ненавидя Но и мы давали друг другу правильно развиваться, короче, участвовали в общих проектах И вот из-за этого, когда у нас такое количество команд и клубов сформировалось, то есть реально, то есть мы крупные города просто выбивали Уровень был настолько высокий, что мы приезжали, то есть там просто не хотели с ульяновцами играть Мы приезжали, побеждали, там выходили одна команда против трех, пофиг То есть все эти карточки мы вытаскивали И постепенно все это так пошло и пошло и закрепилось, что Ульяновская столица Лазертага Хотя городок, на самом деле, ничем там вроде не примечательным Говорят, что есть какой-то феномен у нас здесь, не знаю, может город там построили против каких-то этих набегов Может у нас такие военизированные дети рождаются, не знаю, но так получилось В нашем клубе сейчас находится 14 профессиональных команд, в каждой там от 10 до 15 до 16 человек Постоянного состава со своими резервами На международных турнирах по спортивному Лазертагу, сейчас скажу, уже участвуют, то есть не только Россия То есть это уже и Белоруссия, причем очень хорошо догоняющая Россия Прям реально догоняющая Россия Казахстан, по-моему, должен быть и довольно-таки догоняет еще Латвия Но это именно вот в спорт в таком режиме По внеаренке, если мы говорим в лесу бегать с большими пушками, большими составами То здесь как бы еще и вся Россия, это Ульяновская тяжело дотягивает Захар, познакомь, пожалуйста, нас с правилами игры вообще Что можно, что нельзя, сколько команд одновременно могут играть вообще, как это все происходит Так, ну опять же, пойдем по разделению Если это корпоративный Лазертаг и вы просто заказали игру, то правил, по сути, там особо никаких нет Самое главное не прикрывать датчики и, соответственно, не идти в физический контакт Не драться, не кусаться, не толкаться За стволы друг друга, соответственно, не толкать Если мы говорим уже о профессиональном Лазертаге, который в Федерации То здесь и в спорте, и во внеаренном Лазертаге есть свои протоколы Есть запротоколированные регламенты, которые вся Федерация должна соблюдать То есть, одно из самых главных наречительных моментов, самое главное То есть, вы должны соблюдать элемент честности Вы должны стрелять тогда, когда вы можете быть пораженным в ответ, соответственно То есть, вы не можете так называемую сирийскую стрельбу делать То есть, когда вы голову прячете И, например, оружием начинаете сверху заливать или сбоку, а вы голову спрятали То есть, это у нас такое в простонародье называется страус И поэтому за это очень караются Причем, караются баном на игру То есть, на этот раунд и на последующий Команда теряет игрока И если у вас составы небольшие, это очень может повлиять на результат игры Ну, главная цель вообще какая? То есть, вы делитесь на команды или как? Ну, всегда участвуют две противобойствующие стороны Одни красные, другие синие Так как бы взято в основном Хотя цвета там можно менять, грубо говоря Но красный и синий уже пошло с каких-то там древних времен И мы так и играем Одна команда обычно у нас играет в обороне Другая в атаке, соответственно То есть, атака должна выполнить определенные моменты Например, захватывать контрольные точки Либо там бомбы взрывать Либо там что-то, ну, какие-то там, допустим С РПГ поразить какую-то мишень там и так далее Оборона должна мешать Оборона должна мешать, чтобы атака не захватывая объект И не получала очки, соответственно После этого меняемся То есть, это у нас получается абсолютное равенство для команд Кто лучше выступил, тому зачисляется победа Целиться нужно в голову Датчики поражения в 99% случаев находятся именно там Однако и тут прогресс не стоит на месте В последнее время встречаются турниры, где шанс убить противника увеличивается в разы Так как инфракрасные лампочки развешаны по всему телу О том, что вас отправили в мертвую зону Подскажет интерфейс костюма Лампочки загорятся красным цветом Появится вибрация Оружие заговорит мужским голосом Что гейм-то овер А как вообще, то есть, в каждой команде есть определенный, ну, роль, допустим Это как в футболе, да? Этот защитник, это полночь, а тут как происходит? Ну, в основном, если мы говорим про внеаренку Где действительно есть разделение на игровые классы, скажем так В любом случае есть капитан Потому что, ну, команда без головы, это вообще просто мясо А капитан, который берет на себя ответственность за результат, за построение тактики и так далее и тому подобное Плюс капитан еще и должен, то есть, подвести команду к этой игре в оптимальном состоянии Игроки должны выходить, те, которые были на тренировках Те, соответственно, которые не принимали участие, то есть их лучше не брать То есть, ну, и капитан видит по тренировкам, кого получается, на каких позициях отыгрывать По классам, ну, в основном, это, естественно, снайпер, всеми любимый Вот, это такой юнит, который выщелкивает всех с одного раза Самый опасный, то есть, в первую очередь, все охотятся, грубо говоря, на него Легкие штурмовики, тяжелые штурмовики, ну, там совсем уже ребята с пулеметом, которые бегают Вот такие вот А запасные игроки есть? Запасные игроки есть, обычные игроки, которые в основу не проходят Все как в футболе, хоккее, то же самое То есть, ну, они, грубо говоря, сидят на лавочке запасных и ждут, когда капитан даст им свой шанс Сколько вообще в одной команде должно быть человек? Какой золотой стандарт? Золотой стандарт, тут, к сожалению, как? У нас в спорт, как бы вся Россия, которая старается спортивное направление развивать Там стандарт 5 человек, это очень маленькое такое Вот, из-за нашего ульянского феномена, то есть, у нас здесь минимальное 8 А максимальное доходит до 12, до 15 на турнирах И это еще без резервистов Команды, которые сейчас в лиге, у нас в профессиональной клубе играют У нас там 14 команд И есть команды, которые чуть послабже А почему они послаживают? Потому что они начали, грубо говоря, год или два назад У них еще нет такого опыта боевого, боевого, игрового Вот Есть 4 команды, это гранды, то есть, которые даже на российском уровне, они являются грандами, соответственно То есть, поэтому лигу они больше используют как для таких тренировочных вызовов, обкатки сценариев А, соответственно, то есть, между раундами в лиге, то есть, у них всегда есть региональные выезды крупные, межрегиональные крупные выезды Это большие команды, там, в составах около 20 человек, грубо говоря, там, минимум 15 вообще Расскажи о девайсах, то есть, вообще, что входит, как экипировка, вот про эти автоматы Поподробнее расскажите, где вы их закупаете, как это все происходит? Закупаем мы, соответственно, производителем Это настоящий автомат Калашникова, массогабаритное оборудование Единственное, что оно деактивировано У него, соответственно, нет бойка и запаян ствол Вы никогда не сможете его расточить и стрелять, и творить правонарушения Разбирается абсолютно так же, как настоящий автомат Калашникова Это вот 105, грубо говоря, то есть, все снимается Можно посмотреть пружинки, видохранители, все там есть Вот Вес абсолютно такой же, как у настоящего, абсолютно Что еще нужно для игры в лазертак? Если вы начинаете играть профессионально, то в любом случае вам понадобится рация В основном в ходу это кеноводы и баофэнги китайские с алиэкспресс То есть, каждая будет стоить еще от полтора до трех В любом случае гарнитура нормальная И камуфляж По сути, это минимальная А дальше на что ваш монтаж уже пойдет? Обувь очень много влияет А какая обувь должна быть? Ну, в основном используется из того, что там всякие лоу покупать за 15 тысяч, это дорого, как настоящий спецназ гоняет То есть, все используется там, реплика, там наши белорусские гарсинги или там еще какие-нибудь просто, которые в спецодежде продают То есть, берцы, военные кроссы, в любом Потому что из-за травмоопасности может там быть на стоп себе вывернуть или наступить на гвоздь где-то там Это легко на площадке сделать Ну, обувь должна быть защищенная Ну и желательно камуфляж Пушки Ульяновская Федерация своим спортсменам выдает Всем остальным каждый игрок обеспечит себя сам Некоторые команды вводят обязательный дресс-код Вот у вас команд, 14, да, команд Каждый, допустим, да, по 10, да? Сколько там человек, допустим, да? Как вообще формируются эти команды? Они сами или вы как командиры, я не знаю? Это все сами формируете И вообще вай такое, что есть человек в команде, круто играет, но он никак не уживается То есть, как в этой ситуации быть? Ну, это вообще хороший вопрос Почему? Потому что команда — это коллектив в первую очередь Да, есть капитан, который несет ответственность, который формирует составы Который в любом случае, то есть, подготавливает команду к выходу Вот, но есть, соответственно, рядовые игроки, которые находятся там на каких-то одинаковом уровне, грубо говоря, должностном И там, соответственно, вот у каждой команды есть свой такой психологический портрет Если в него вот игрок, который приходит со стороны, не вливается, он ненадолго там останется Потому что есть команды такие, более, ну, слишком эмоциональные Есть менее эмоциональные, есть со своими бзиками, которые думают, что, блин, против них весь мир оплачивается На самом деле, *** никому не нужны Есть, то есть, команды, у которых вот внутри какие-то там шизофренические моменты происходят Там, грубо говоря, вот если мы так сделаем, это будет плохо У нас там засудят и так далее и тому подобное Вот, игрок должен точно, органично, то есть, влиться в этот коллектив обязательно Лазер-так — это молодой спорт Сейчас ребята находятся в процессе создания всех методических баз Подбираются и проходят соответствующую классификацию судьи К единым стандартам приводят и российские турниры Ты говорила, спортивный лазер-так, а есть игровой, всего две разновидности, да, лазер-так? Спортивный и внеаренный Спортивный, вот, он более игровой, такой, на маленьких пространствах Вы бегаете, как челочная бега Ну, тоже очень круто, прикольно А внеаренный — это вот военка, милитари, где большие стволы, камуфляжи Потому что на спортивном там камуфляжи вообще не нужны Вы находитесь в зале или на какой-то лужайке между установленных укрытий Там у нас, значит, футболки, грубо говоря Расскажи о турнирах Вот ты тоже говорил о том, что некоторые турниры там год занимают Вообще, как это все организовано, как проходят местечковые турниры, большие турниры Вообще, самый крупный турнир по лазер-так Турниры, по сути, всегда они делились на что? То есть они могут быть, ну, то есть проходить сразу Либо там один-два дня, три занимать, например, куда-то Например, там определяется город для крупного турнира Там, как Open Cup, например, Open Laser War Cup То есть самый для внеаренки Он определяется, и туда со всех, ну, соответственно, городов едут Проходя отборочные до этого, например, там с Поволжья Там три команды из восьми присутствующих и так далее и тому подобное Либо это может быть, как у нас лига в нашем клубе Она занимает год Из-за того, что 14 команд играют каждый с каждой по системе То есть это вот прям как чемпионат России по футболу есть Это вот точности стилизанная таблица Все то же самое, трансферные окна, переход для игроков Только здесь люди, то есть деньги за это не получают Они вкладывают свои силы просто А самый престижный турнир сейчас для лазертеговцев вообще? Самый престижный турнир, их по сути два Они оба уже международные Почему? Потому что там присутствует, ну, там, две или более стран, соответственно Если берем спорт, где маленькие составы Где участвует действительно большое количество команд Там Беларуси, Казахстан, Латвия, Россия Он так и называется, международный турнир по спортивному лазертагу Проводится он в Федерации Лазертага Уже там несколько лет подряд Там у нас достижения, вот именно, например, у нашего, у Ульяновской, у нашей области Не очень великие То есть мы два года подряд четвертые Вот это пока мы сферу не можем пробить Если брать вне аренку, то есть улицу, да Там Open Laser War Cup Это самый большой такой турнир, самый престижный Тоже, где Беларусь тоже, кстати, и чемпион тоже становился Там у нас успехи уже хорошие Там было четыре года Два заняли в Ульяновск, один в Казань И на последнем в Беларуси В этом году, не знаю, как в пандемии, посмотрим Но вот мы ждем столкновения с белорусами И с Казанью, как все это будет А планировалось когда? 26 июня О каких площадках можно говорить, что здесь можно играть в Лазертаг? То есть это могут быть какие-то спортзалы, да Или что вообще, то есть? По сути, настолько неприхотлива в этом плане игра Если организаторы нормальные То есть можно в спортзал завести надумные фигуры Которые вообще произведены для пинбола И устроить там турнир, и будет все четко Но для своей публики То есть для своей публики это будет четко Для публики, которые хотят бегать по лесам Бегать километровые действительно рейды, обходы Которые хотят штурмовать горы Никогда им не будет душный спортивный зал И им по душе, соответственно Они больше, может, за модой как-то будут тренировать Потому что сейчас вот моды, вот именно все в арену идут, короче Ульяновск еще держится В этом плане мы еще больше такие любители пожестить Еще один феномен Ульяновской области Лазертаг семьи Романтические истории, где симпатичная девушка играет в одной команде А ее будущий муж другой, привычный случай А спустя несколько лет к Лазертагу возникает интерес и у их детей Тем самым в регионе растет уже второе поколение профессиональных игроков Сколько лет вообще этим можно заниматься и во сколько закончить? Закончить тяжело сказать У нас в профессиональных командах игроки Ну, до, там, я вот сейчас знаю пару человек, там, кто за 50 лет точно перевалил Если говорить о отскольки То здесь же опять в этом году Вот, ну, грубо говоря, до Пандемии до этой ситуации Очень был сильный взрыв спортивного Лазертага И вот в спортивном Лазертаге, грубо говоря, сейчас такая тенденция По всем регионам от федерации создаются школы свои То есть, где вот детям уже преподносят Вот как есть же секции по футболу И говорите, вот это футбол, и возможно, ты ставишь твое будущее, пинай мяч А это вот Лазертаг преподносит уже с детства То есть, вот такие военно-патриотические моменты Ну, насколько я знаю, самые, ну, низкие критерии, по-моему, у них от 6 лет То есть, мы в этом году в Ульяновске проводили вот турнир по спортивному Лазертагу Между регионов, там, Самара к нам приезжала, Тольятти, да Были три категории Ну, то есть, 6-8, например, 9-11, там, 12-13, 14-16 Все, дальше уже 21+, это взрослая категория Ну, это же еще и бизнес, да? Ты сам говорил, что коммерческие какие-то игры То есть, насколько прибыльный это бизнес? И как вообще создать свой Лазертаг с нуля, скажем так? Ну, чтобы создать, это вообще просто вы с производителями связались Закупили оборудование, там, открыли ИП, свою, там, УСН или ЕС На чем вы, там, и погнали, грубо говоря, и работаете То есть, это попадает под предоставление услуг, грубо говоря И проведение корпоративных мероприятий То есть, это все по этим аквайдам идет По поводу, насколько это выгодно, ну, тяжело судить В плане, вот, российского масштаба Почему? Потому что Вот именно вне аренка, которая, вот, улица занимает Это далеко не самое прибыльное Здесь очень дорогие, скажем так, игрушки-пушки Которые, там, каждый, допустим, калаш может стоить, там, от 25 до 40 В зависимости от того, как он увешан И очень маленький входной билет То есть, грубо говоря, это просто, там, организаторам А вот, если говорить как бизнес о арене Которая работает нон-стоп и принимает там каждый день по 5-6 дней рождения То это уже очень серьезный бизнес И вот здесь Ульяновск, к сожалению, нормально так проигрывает Вот, там, Самара и Москва В этом, конечно, ну, реально преуспели И вот очередной феномен ульяновского лазертага Отдельная женская команда Женская команда, это тоже изюминка Да, да Лазертага ульяновской области Расскажи вообще То есть, женские команды существуют, и они отдельные Женские команды у нас была попытка создать еще, там, 5-6 лет назад Она просуществовала немножко Девчонки друг с другом тяжело уживаются, как выяснилось Много начинается конфликтов В России были попытки создать Но это все там на уровне, типа, 3-4 человек От команды тяжело назвать Действительно, у нас уже наша команда есть Которая нагремела уже и в интервью, и в СМИ, и так далее То есть, женская команда играет у нас в лиге наравне с мужиками Там сейчас, наверное, где-то 12-13 человек Все это девушки, абсолютно все девчонки Которые распределяют те же роли Там есть снайперы, там есть пулеметчики, автоматчики Есть капитан, который рулит И вот тержень капитана дает вот девок держать в этой узде Сейчас произошло объединение Все достигли до уровня про Девчонки бьются в этой турнирной сетке Ну, и идут, по-моему, очень неплохо Ну, для девчонок, потому что они отыграли в основном с грандами команд И с основными своими конкурентами Ой, с такими командами, которые, ну, явно их превосходят У них, по-моему, там, типа 4 поражения, 2 победы Но следующие игры, это вот как раз примерно по скилу их уровень И там вот они уже могут наколачивать очки, короче На каучку они прошли, и очень будь здоров Женская игра не отличается от мужского вообще ничем? Вообще в корне отличается Потому что если процентов, там, наверное, вот 50 парней делятся на герои Которые быстро убирают, но что-то красиво делают И 50 процентов, которые могут действительно дефицит сидеть в обороне То девочки, это 100 процентов те, кто сидят Они своей усидчивостью, они берут пацанов, которые лезут Открывают свою позицию, девочки их выщелкивают Плюс, если про атакующих говорим То девчонки в атаку идут, ну, не так весело, как парни, скажем Но зато они такой хорошей стайкой идут Что они вычищают очень быстро Травмоопасность, да? Помимо того, что, да, если в пинболе там синяк и прочее То здесь подвернуть лодыжку Что такое вообще случалось на твоей практике? Основное, то есть, что в травмоопасности бывает Это, грубо говоря, ты упал Причем практически там люди в основном Вот как мы замечали Когда сконцентрированы в игре Они могут проходить по таким моментам То есть реально опасным И ничего с ним не случается Но вот на ровном месте Это основные падения в лазер-таге Начали старт, он не сконцентрирован Он упал, грубо говоря Вот такие вот моменты Ну, ничего такого особого Там каких-то, никаких летальных исходов Все это там Ушибы, синяки, тарапины Ну и мой, наверное, заключительный вопрос Главный, я сдаю его всем Три главных качества В нашем случае профессионального игрока В лазер-так В лазер-так Первое, точно не лениться Нельзя лениться Пропускаешь тренировки Скилл падает Второе Нужно уметь уживаться в команде Команда это такой организм Где придется подстраиваться Как в любом организме Есть кто отвечает за голову Есть кто за ноги Бывает кто и за печень отвечает Вот надо подстраиваться уметь Под всех людей Стараться хотя бы там Себя особо не выказывать Так, ну и третий Блин, я даже не знаю Наверное, лазер-так Чем в Ульяновске Именно славится Почему мы Столица лазер-така И такая турнирная столица Эго должно быть Будь здоров Вот, то есть Ты должен доказать За свою карьеру Что ты круче всех Если его нету Такие команды Короче, не выбиваются Расскажи мне Пока я одеваюсь Вообще Как проходит Первое занятие Практическое С ребятами Которые пришли Заниматься лазер-тагом Лазер-тагом Обычно Самая первая игра У человека происходит Все равно В любом случае Это на каком-то там Де рождении На каком-то Корпоративном мероприятии Поэтому там Идет стандартный инструктаж Идет Объяснение Грубо говоря Как вести себя Каких-то опасных мест Куда можно ходить Куда нельзя Я прошу прощения Мне прям так можно На кроссовке И кроссовки снять Окей, ага Оборудование Как пользоваться И так далее И тому подобное То есть в этом плане Все очень просто И схоже там Спинбол И стрейкбол А экипировка Она тоже дается Получая Экипировка Да, в клубе Выдается Мне кажется Я не наделал Ну да Красава Да Сейчас я попорчу Когда вы Специальным игроком Уже вы закупаете свою Соответственно После того Как я наконец Справилась с экипировкой Захар объяснил Сценарий игры Мне предстояло Вместе с ним Захватить контрольную точку Которую охранял противник Цель убрать врага Которую в свою очередь Хочет вывести из игры нас Но прежде нужно Выстроить план действий Ты пойдешь через право Через домик номер 6 Я пойду через вот этот Через пятый Он находится в большом четвертом Как только его увидишь То есть дай инфун Какой-то например Можем ориентироваться Там с тобой Как военные по часам 12 часов туда Час два Три Или просто Это сложно Он в левой части Справой часть там Ну хоть что-нибудь Какую-то информацию Давай Потом постепенно У домика Мы с тобой соединимся Если живы Оставимся И замок Ладно А он при этом Может стрелять Измечательно Причем старайся Всегда Например Если ты бежишь туда Либо ты быстро бежишь Либо к дереву И голову прислонилась Пряталась Обязательно Чтобы в датчике не поражение Так а датчике Пусть любая часть тела Торчит Вот эти все датчики Ага Все понятно Любая часть тела Пусть торчит Но главное Чтобы в датчике Ладно Я готова Наверное Готов Все можно бежать Давай у нас На то Чтобы тебя выбить Три минуты Я засекаю время Приготовились В одной и той же локации Сценарии боя Могут быть разными Организаторы Постоянно пытаются Удивить игроков Давай на счет три Начинай движение И стреляй Где он может быть Погнали Раз Два Три Так я его ранил Давай на соединение Старайся его поразить Он заходит во второй части В среднем Одна игра Длится два часа Каждую неделю Профессиональный игрок Отыгрывает Одну или двухчасовую игру Полученного заряда энергии И физических активностей Хватает с лихвой Однако многие лазербои Поддерживают свою форму И за счет тренировок В спортзалах Я захожу первый Если он меня убивает Ты его добиваешь Точку захватит Есть, захватывай точку Есть, все, сделал Сделал, сделал Блин, прикольно Лазертак игра сезонная Если говорить о ней Как о развлечении Для профессиональных спортсменов Плохая погода не помеха Слякоти дождь Лишь добавляют Адреналина Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитр